Добрый день! Мы рады, что вы продолжаете с нами свою работу, свое путешествие по этому интересному такому миру, загадочному. Вот начинали сегодня в панельной дискуссии, говорили, что это терра инкогнито. Вот мы продолжаем с вами эту терра инкогнито открывать. Мы сейчас с вами находимся на мини-пленаре, который посвящен цифровой дидактике и педагогике. Среди наших гостей очень известные ученые и очень начинающие ученые. Мы специально собрали такой микс, чтобы можно было послушать разные точки зрения, включая в том числе авторитетность научную, насколько она сказывается на этом, на всем. Хочу представить своих гостей. Елена Тарева — это директор Института иностранных языков Московского городского педагогического университета, доктор наук, профессор. У нее будет очень интересное выступление, которое спорит с предыдущими ораторами, которых вы слышали на пленаре. Это такой наш вызов предыдущим докладчикам, поэтому предлагаю поддержать это выступление, послушать очень внимательно. Следующий наш гость — Борис Ермахов, руководитель Центра анализа данных Московского городского педагогического университета, кандидат наук, такой ведущий наш, наверное, научный сотрудник по самым различным интересным научным проектам. У него будет прекраснейшее выступление, уверена в этом, связанное с конкретной практической наработкой, которая была сделана с применением искусственного интеллекта. Она еще в стадии работы, но уже есть какие-то результаты, которыми можно уже гордиться. Следующий наш докладчик — Валерия Маркова, это сотрудник лаборатории развития личностного потенциала в образовании. Это молодой исследователь, но очень перспективный исследователь. Будет интересное выступление, посвященное изменению культуры отношений. Это такая вещь, на которую сильно влияет цифра, и вот эти наши новые подходы, которые появляются, они будут достаточно интересны. И наш последний участник — это Арсений Крикунов, ассистент Департамента информатики и управления технологией Московского городского педагогического университета. У Арсения очень тоже интересное такое выступление, как цифра меняет на изменение стратегии поисковых запросов студентов, ну и всяких разных пользователей. Вот такие у нас будут интересные выступления. Мы призываем вас к тому, чтобы вы тоже активно принимали участие, задавали нам вопросы. Мы ждем ваши вопросы на трансляции в YouTube, ждем ваши вопросы на трансляции в ВК. Будем рады ответить на все эти вопросы, и поэтому спасибо, что вы с нами. Итак, слово Елене Таревой. Спасибо. Уважаемые коллеги, у меня ощущение, что весь сегодняшний первый день нашего заседания, нашей большой конференции, посвящен по сути одному вопросу — быть или не быть цифровой дидактики. Как мне видится, этот вопрос уже поставлен с предыдущими спикерами. Мне кажется, что в рамках нашего мини-пленара мы продолжим обсуждение этого вопроса. И легко понять по специфике, проблематике, которую мы будем обсуждать, что мы голосуем за присутствие цифровой дидактики, за ее существование под солнцем и за особенность, особую сферу, которую охватывает эта область знания. В рамках своего выступления мне хотелось бы поддержать тот тезис, очень важный тезис о том, что цифровая дидактика — это будущее перспективное направление развития дидактики общей. Это отдельная, очень интересная история научная, которая прежде всего ассоциируется с теми компонентами методической системы, к которым мы традиционно привыкли в рамках понимания дидактического процесса. Но и самым главным, как мне представляется, в этой системе являются субъекты образовательного процесса. Преподаватель — студент, учитель — ученик. То есть те люди, которые и творят вот этот дидактический процесс, участвуя в нем и насыщая его своим собственным личностным смыслом. Отсюда название моего выступления — «Субъект цифровой межкультурной коммуникации как образовательный ориентир», в рамках которого этого выступления мне хотелось бы показать, каким образом происходит изменение, трансформация основных характеристик, параметров, способов самопрезентации, способов самоидентификации субъекта образовательной реальности в цифровом пространстве, в цифровом мире. И в силу того, что я представляю Институт иностранных языков, мне безумно интересно рассмотреть этот аспект в проекции межкультурной коммуникации, а именно, что происходит с участниками межкультурной коммуникации, которые взаимодействуют с представителями мной культуры, если коммуникация реализуется в цифровой среде. Вот в таком направлении развивается моя мысль, и мой доклад именно этой проблематикой посвящен. Чтобы не быть голословной, я напомню, уважаемые коллеги, что мне бы хотелось почему-то воспользоваться кликером, он у меня не очень работает. Есть ли такая возможность мне как-то помочь, потому что наступила пора следующего слайда. Все, спасибо. Напомню, что сама по себе цифровизация – это сегодняшнее неотвратимое событие, это для кого-то неотвратимое, для кого-то максимально желательное. Мы все участники цифровизации отсюда, и абсолютно истинно, что цифровизация есть абсолютная ценность для любого аспекта развития социума, человечества вообще. Я показываю те проекции, на которых крайне важно сосредоточить внимание, если мы говорим о субъекте как о социальном существе, о человеке, который взаимодействует с другими в рамках цифровой коммуникативной среды. Как вы видите, коллеги, субъект оказывается во взаимоотношениях, в рамках цифрового пространства, в разных аспектах и сферах своей жизнедеятельности. Отдельные из них я показываю на этом слайде. Нам, безусловно, очень интересен тот блок этой схемы, который нас соотносит с образовательной реальностью. Он существует, он в моей схеме предусмотрен. Но не только она, а скорее не столько эта область, область образовательная, ориентирует субъекта на трансформацию своего поведения, своих личностных характеристик, как субъекта цифровых отношений, цифровых коммуникативных отношений. Безусловно, другие сферы играют чрезвычайно значимую роль в судьбе человека, в возможностях его саморазвития отсюда, и потребность понимания того, о каким этот субъект становится, если он оказывается в ситуации погружения в социальные отношения цифрового характера. В этой связи мне бы хотелось, уважаемые коллеги, сосредоточить ваше внимание на тех возможностях цифровой реальности, которые предоставляются субъекту, они, безусловно, есть, но одновременно и о рисках, которые могут нивелировать его субъектную сущность. На слайде сейчас я отражаю этот параметр или вот эту дихотомию, которая, как вы видите, сейчас представлена. И очень важно понимать, что риски чрезвычайно многообразны. Я три блока этих рисков здесь обозначаю. Их, безусловно, намного больше, чем эти три важные аспекта, три кирпичика, которые перевешивают вот такой вот, скажем, балансир, который на слайде представлен. Но не будем забывать и о возможностях, возможностях, которые субъект приобретает, поскольку его психические, даже психофизиологические способности прирастают в цифровой среде. И возможности постоянного ассоциирования себя с коллективным разумом, включения себя в пространство себе подобных через цифру, это уникальная возможность, которую человек ранее никогда не имел. Теперь она появилась. Отсюда и мой личный интерес к межкультурной коммуникации. Именно в этом пространстве субъект имеет право и имеет возможность соотносить свои мыслительные, деятельностные параметры с теми, кто за миллионы-миллионы километров может от него находиться. Сама по себе цифровая коммуникация вписывается в контекст цифровых социальных отношений. И на слайде я демонстрирую те проекции, которые для человека крайне важны, потому что именно они обеспечивают эффективность его жизнедеятельности. Здесь масса представлена, как вы видите, линий, траекторий, самореализацию человека. Но, пожалуй, одной из максимально востребованных сегодня является политическая сеть, то есть те политические взаимоотношения, в рамках которых существует современный субъект. Так сложилось, что обстоятельства сегодняшнего дня нас всех заставляют быть участниками этого события, участниками, которые максимально оперативно должны отслеживать те события, которые происходят вокруг нас. Одновременно, и, может быть, для нас это является абсолютно значимостью и главным, пожалуй, объектом для исследования, изучения любого ученого, кто занимается исследованием цифровой среды и цифровой образовательной среды, является научная сеть и образовательные сети. Я выделила их красным шрифтом для того, чтобы обозначить максимальность значимости этих проекций для развития человека. Ну и, естественно, наш интерес должен быть связан с тем, как в рамках этих двух сред цифрового характера субъект проявляет свои коммуникативные параметры. Мне показалось важным, коллеги, поделиться с вами теми моими наблюдениями за тем, какие именно изменения приобретает цифровая коммуникация. И в трех позициях я их излагаю. Безусловно, очень важной является правая крайняя часть моей схемы, личностные параметры, как мне кажется, как мне представляется важным. Я акцентирую ваше внимание на этом правом крайнем блоке моей схемы, по той причине, что моя основная цель заключается в том, чтобы показать, что субъект цифровых коммуникативных отношений отличается от субъекта обычной коммуникации, происходящей в обычном режиме взаимодействия людей, в том числе в межкультурной среде. Как вы видите, безусловно, преавалирует в цифровой среде не информационный стиль взаимоотношения людей между собой, а скорее оценочный. Крайне важно это понимать, потому что именно оценочный спектр деятельности, фактор вдруг оказывается доминирующим, если мы говорим о цифровой коммуникации. Помимо этого, очень важно понимать, что мы впервые, пожалуй, приобретаем такой очень интересный, совокупный портрет того, что мы можем назвать условно количественный читатель, количественный автор, количественный слушатель. То есть тот человек, который себя вовлекает в сообщество себе подобных и внутри этого сообщества себя позиционирует как равноправный член, прячась за это коллективное сообщество и, ну, скажем так, отказываясь от своей индивидуальности. Эта черта абсолютно специфическая для цифровой коммуникации, и мы, безусловно, подготовив наших студентов, готовив наших школьников к такой жизни в цифровом пространстве, должны это иметь в виду. Помимо этого, я хотела бы обратить ваше внимание еще на один очень важный блок возникновения так называемой тематической клетки. Не сам человек определяет свои интересы в цифровой среде, а скорее та социальная группа или тот микросоциум цифровой, который во многом ведет за собой субъекта, не давая ему права или, скорее, отказывая ему в праве выразить самого себя и стать полноценным субъектом в рамках этого сообщества. Очень интересные процессы, которые, как мне видится, крайне важно изучать, если мы говорим о цифровой коммуникации, коллеги. То есть и отсюда деперсонализация, анонимность информации, которая выражается в коммуникативной среде в рамках обычного общения. Это невозможно. Мы всегда авторами становимся и являемся. У нас всегда есть некий адресат, на который можем ориентировать нашу речь, наши поступки речевые. В отношении цифровой коммуникации такого рода адресация, ориентирно на адреса та, со стороны адресанта, нивелируются. Иными словами, мы запускаем свою мысль в цифровой мир и, в общем, не совсем даже ожидаем, кто именно эту нашу мысль услышит и включится в ее обсуждение. Что это как не особый параметр коммуникации? Безусловно, это специфика коммуникативных отношений, которые реализуются в цифровой среде. Помимо этого, есть и другие параметры на слайде, я их отражаю, и количественные, которые очень важны, потому что действительно субъект оказывается в ситуации безграничного количественного информационного потока. И то, как он справится с этим вызовом современности, той массы информационной, которая на него вдруг оказывает влияние, зависит во многом его судьба, зависит во многом его прогрессирование в жизни. Мы движемся дальше. Говоря о межкультурной коммуникации, возникают дополнительные трудности, о которых я на этом слайде говорю, и на которые мне хотелось бы, на некоторые из них, мне хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. Прежде всего, речь здесь, пожалуй, идет о том, что в силу деперсонализации такой коммуникации возникают сложности индоктринации субъекта, то есть воздействия на него с целью манипулятивного, некоего манипулятивного настроя, изменения его точки зрения, и субъект сам не понимает, как этот эффект на него вдруг оказывает влияние, и он отказывается от своей позиции, ассоциируя себя с тем же, о чем я уже говорила, коллективным цифровым сетевым сообществом. Ну и так далее. Трудностей много. Межкультурное общение, как мы понимаем, замешивает вот в эту сложную ситуацию еще и параметры инокультурных взаимодействий, которые, безусловно, значимы. Кстати, в цифровой среде межкультурная специфика может проявляться в меньшей степени, чем в обычной коммуникации. Такие исследования тоже сейчас проводятся, и они весьма интересны для осмысления того, насколько значимыми являются те взаимоотношения между представителями разных культур, которые мы должны иметь в виду, обучая межкультурному общению. И говоря о субъектах межкультурной коммуникации, о направлении исследования, я выделила три направления, которые на данный момент существуют. Все они отражены последовательно в том виде, в каком вы это наблюдаете на слайде. Я позволю себе не читать то, что на слайде есть, лишь уточню очень важный момент, который именно к межкультурной коммуникации нас подводит, поскольку гетерогенность цифрового общества, неопределенность межкультурной коммуникации в цифровой среде становится абсолютной, абсолютной. И этот фактор мы не можем не учитывать. Следовательно, говоря о подготовке обучающегося в рамках обучения иностранному языку к коммуникации в межкультурной проекции, мы должны на это обращать внимание. Это очень важные параметры, которые мы долгое время в методике, в дидактике игнорировали. И только цифровая дидактика нам позволяет вдруг осмыслить эти новые параметры, на которые мы ранее внимание либо во общине обращали, либо так как-то абстрагировались от них, говорили, что это за рамками образовательного процесса. Вот закончит школу, закончит ВОЗ, сам окунется в социум и как-то выработает субъект свою стратегию. Нет, не получается, коллеги, мы должны облегчать нашим субъектам их цифровую участь и, как мне представляется, в том числе цифровая дидактика в ответе за эту проекцию образования подрастающего поколения. Говоря о идентичности субъекта в рамках межкультурной коммуникации, я несколько штрихов на слайде обозначаю, они все безумно интересны, по каждому можно вести отдельный разговор, мне кажется, что мы можем это делать в других проекциях, в других наших встречах и совещаниях, и на других конференциях. Но здесь есть очень важные моменты, которые, как мне представляется, имеют принципиальный смысл. Множественность виртуальной идентичности это одно из проявлений виртуализации межкультурной коммуникации. Субъект может иметь несколько аватаров. Он может, как коммуникатор, быть субъектом в разных пространствах. Причем эти аватары, эти личины, под которыми он скрывается, могут быть прямо противоположны друг другу. Безумно интересно, очень опасно, но мы должны это иметь в виду, когда мы говорим о принципиальном, целенаправленном обучении субъектов. Ровно так же интересно изучать и исследовать в коммуникативном новом цифровом пространстве виртуальное «я» субъекта и его реальное «я», потому что в коммуникации субъект всегда проявляет свое «я». И вот это двоякое «я» может быть оппозиционным. И мы тем самым можем упустить реальное «я», в большей степени ориентируясь на «я» виртуальное и так далее. Вот эта идентичность субъектов в цифровом пространстве еще один очень важный фактор, который должен быть учтен, если мы говорим о целенаправленной подготовке субъектов к цифровой межкультурной коммуникации. Значит, это элемент цифровой дидактики. Значит, цифровая дидактика должна искать и находить пути решения этой проблемы. Частично я об этом скажу, о тех возможных поисках, которые ведутся сейчас при, если мы говорим о решении рисков эпохи цифровизации, я лишь обострю эти риски, они красным шрифтом отражены на слайде, есть такая опасность, и цифровой мир может подвести человека вот к такого рода состоянию, состоянию внутреннего несогласия с самим собой, какой-то внутренней противоречивости, неприятие того, что принято и так далее. Вот это экзистенциальное существование, вдруг одиночество, когнитивная беспомощность, социальное отчуждение, безумно опасные факторы, которые могут повлиять негативно на субъекта, на ситуацию его личностного роста. Теперь о том, что мы можем в этом смысле предпринять, если мы говорим о дидактических проекциях. На слайде я показываю, на какие позитивные моменты мы можем обратить внимание, если речь идет о целенаправленном обучении коммуникации в цифровой среде. Я завершаю, у меня только этот слайд и еще один. Так вот, коллеги, мы можем опираться и на сети межкультурной солидарности, и на публичный сетевой краудсорсинг, мы можем говорить о наличии коллективного разума, включая в такого рода макросообщество, пользуясь иностранным языком, субъект может, имеет право и возможность выходить из сложных для себя затруднений. То есть тем самым мы можем говорить о разработке практик цифровой межкультурной коммуникации. На слайде я демонстрирую эти практики, и именно они могут вывести нас на уровень соотнесения, дидактического соотнесения наших образовательных проекций с теми негативными и позитивными факторами, которые для нас таит цифровая среда. Завершая, коллеги, вот такого рода, ну, скажем так, слоганы я хотела бы обозначить на этом слайде. И, безусловно говоря, о цифровой дидактике мы должны ориентироваться на то, что позитивное, что дает нам интернет и цифровая коммуникация, и максимально отстраняться, понимая, как с этим бороться, с теми негативными факторами, которые тоже обозначены на слайде. Спасибо большое за внимание. Я очень признательна вам за возможность выразить эти мысли в рамках нашего сегодняшнего разговора. Да, спасибо большое, Елена. Было очень интересно, очень эмоционально. Вот сейчас, как по правилам этикета, сначала вопросы из сети. Вот у нас есть с вами вопрос из сети, от нашего коллеги, уважаемого Александра Аронова. Цифровая коммуникация подталкивает человеку к занятии внушаемой и навязываемой роли? Скорее, да. Мы знаем прекрасно, как работает сейчас различного рода чат-боты. Мы знаем, как работают различные социальные сети в плане решения тех задач, которые ставятся перед соответствующими людьми, скорее сообществами, которые, пользуясь, манипулируя, иначе не скажу, сетевыми возможностями, влияют на человека. Да, это действительно так. Это опасность, которую мы должны обязательно иметь в виду, когда говорим о позитивном или негативном влиянии цифровой среды на субъекта. Спасибо. Коллеги, у вас есть какие-то вопросы? Давайте, Борис. Да, если можно, тоже от себя задам вопрос. Елена, большое спасибо за такой глубокий методологический анализ, с погружением в эту тему. Проблема субъекта в цифровой дидактике – это вообще один из ключевых моментов. И то, что вы так глубоко в это погрузились и показали и весь спектр этой проблематики, и все риски – это очень замечательный анализ. А мне бы хотелось сделать такой шаг в расширение контекста этого. Если мы идем по теории деятельности, то следующий вопрос, который у нас возникает – а что при этом происходит с целями образовательной деятельности. И вот, исходя, основываясь на вашем анализе, как вы считаете, мы видели несколько, на протяжении последних, скажем так, 50 лет, несколько этапов трансформации целей. Вот мы хорошо помним цель всестороннее развитие личности, цель строителя коммунизма кто-то из нас застал, цель строителя человека рыночной экономики тоже была на нашей памяти. А вот сейчас что-то происходит такое глобальное с целями образовательной деятельности, чтобы говорило о том, что да, назрела необходимость какой-то новой концептуальной модели дидактики. Большое спасибо, Борис. Важный вопрос, потому что цель определяет все содержание процесса обучения и во многом предопределяет все наполнение образовательной системы. Я бы так сказала, даже не столько цель, сколько планируемый результат. Безусловно, планируемые результаты сегодня в абсолютном своем большинстве ориентированы на учет той среды, в рамках которой субъект будет реализовывать все свои жизненные проекции. Поэтому, если мы возьмем личностные планируемые результаты, мы увидим там те компоненты, которые крайне значимы для субъекта, который оказывается погружен в эту непростую, во многом контрадиктуарную, как сказать по-русски, противоречивую цифровую среду. То есть тем самым и способность отличать одну информацию от другой, анализировать информацию и аргументировать свою позицию, то есть обобщать, абстрагироваться. Вот эти все элементы, которые прописывает для нас стандарт в рамках личностных планируемых результатов, это как раз попытка, скажем так, может быть не самая удачная, но во всяком случае попытка наших образовательных мыслителей определить те параметры деятельности субъекта, которые крайне важны для того, чтобы он состоялся в цифровом формате, его взаимодействие с другими людьми. Безусловно, все далеко от идеала, Борис. И, конечно, нам нашими усилиями нужно влиять на ту ситуацию, которая связана с изменением результатов планируемых и с изменением цели, которые от этих планируемых результатов, отталкиваясь, формулируются для образовательной системы. Отсюда и потребность в нашей сегодняшней беседе, как мне кажется, коллеги, то есть необходимость в том, чтобы мы такие коммуникативные наши проекции продолжали. Поэтому надо в этом плане продолжать развиваться, понимая, что может быть с субъектом. С субъектом могут происходить, к сожалению, не самые благоприятные процессы, и это требует от нас очень серьезного дидактического внимания. Вот как раз тоже у нас еще, смотрите, вопросы сети. Актуально, что вы обращаете внимание на деструктивность некоторых моментов цифровизации. Спрашивает нас Викулова, как оградиться, как увеличить конструктив? Я благодарю Ларису Георгиевну. Речь идет о том, чтобы нам обращать внимание в рамках нашего взаимодействия с обучающимися, обращать внимание на эту деструкцию, на деструктив. Потому что у нас такое ощущение, что мы в общей педагогике, общей дидактике в основном ориентировались, скажу это от себя, поскольку я являюсь специалистом, в том числе и по общей дидактике, в большей степени на некий идеал. Отсюда и формулирование, кстати, всесторонне развитой личности, участника коммунизма, строителя коммунизма и участника цифровой экономики. Все эти, скажем, формулировка всех этих идеальных конструктов в основном была спровоцирована нашей надеждой на достижение определенного идеала. Вот сейчас мы должны фактически отказаться от этих проекций, потому что этот идеал недостижим. Особенности мы имеем в виду цифровую среду. Он может быть идеальным, наш обучающийся на занятиях, при этом уйти и участвовать в совсем деструктивных сетевых сообществах. Это есть, и мы с вами прекрасно знаем, что происходит такого рода вещи. Поэтому, уважаемые коллеги, как мне видится, мы должны, во-первых, понимать, что может быть негативный эффект, во-вторых, мы должны разговаривать с нашими, ввести соответствующие воздействия на обучающихся с целью их ориентации на те позитивные образцы, на ту информацию, которая из сети интернет поступает. В этом смысле нужна особая характеристика субъекта. Я бы ее назвала информационно-стратегическая готовность. То есть готовность к тому, что информация может быть деструктивной, и мы формируем у субъекта способность противостоять этой деструктивности и вырабатывать те практики жизнедеятельности, которые этому противостоят. Вот еще у нас вопрос от Аронова. Никак я свой не задам. Личностные результаты приоритетны, а предметные материалы и средства? Спасибо. Хороший вопрос. Для меня это так. Для меня личностные результаты являются первостепенными. Это абсолютная истина, которую я провозглашаю в любых проекциях научных, образовательных и даже административных. На мой взгляд, все зависит от самого субъекта, от тех качеств, которые мы сможем сформировать в его личностной подструктуре. Что касается метапредметных и предметных результатов, то они, безусловно, значимы, но они действительно инструменты, инструменты влияния на субъекта с целью его изменения. Вот как раз об изменении субъекта сегодня я речь вела. Поэтому, исходя из заданного вопроса и моей реплики, можно легко сделать вывод о том, что и предметные результаты, планируемые метапредметные, должны быть ориентированы на то, чтобы сформировать у выпускника школы, вуза, вот эту информационно-стратегическую готовность. Значит, предметное содержание должно подстраиваться под подготовку субъекта к жизни в цифровой сетевой проекции. Да, спасибо. И вот все-таки задам вопрос. Вот такой феномен у нас появился несколько месяцев назад, как искусственный интеллект общедоступный. Вот как-то влияет он на вот эту культуру межличностных отношений? Какое-то производит он впечатление с вашей точки зрения? Изменит ли он это все? Спасибо. Сложный вопрос. Не совсем готова на него ответить. Честно скажу, мне кажется, что на данный момент нет. Но в перспективе да. Вот если кратко отвечать, Екатерина, мне кажется, что это особый момент для последующих наших дискуссий и обсуждений. Мне хочется верить, что мы искусственный интеллект сможем настроить на формирование тех качеств, свойств, о которых я сегодня говорила. При этом понимать, что искусственный интеллект может быть деструктором. То есть он может быть враждебен субъекту и может нести в себе отрицательный заряд, отрицательный посыл. Вот как мне представляется наша задача как раз в той же цифровой дидактике. Я по-прежнему настаиваю на том, что она имеет свой особый объект исследования, особый предмет исследования. Мне кажется, мы должны вести разговор как раз о том, чтобы искусственный интеллект поместить в ту среду, которая позволит ему действовать скорее во благо, чем вопреки чаяниям самого субъекта. Спасибо. Тогда как раз вот на этой вот точке хочу передать слово Борису. Может быть, он поделится своими наработками и украшением искусственного интеллекта. Большое спасибо. Я рад рассказать все, что знаю про это. И озвучу для начала тему того, с чем я хотел выступить. Дидактические метаморфозы от бумажного учебника к цифровой адаптивной системе. В каком-то смысле это продолжение вот того разговора, который Елена начала, разговором про субъекта и вот этим важным комментарием про цели. Потому что если опять же мы двигаемся по вот этой вот структуре классической вот теории деятельности, то дальше нужно переходить к разговору о средствах и о содержании. Вот мне бы как раз хотелось вот перейти к этому разговору о средствах и содержании и как-то встроить вот в канву разговоры о цифровой дидактике и эти важные моменты тоже. Ну, поскольку у меня заявлена тема адаптивных систем, небольшой как бы такой аналитический слайдик, который, собственно, у нас про то, что такое адаптивное обучение и насколько важное место оно занимает в современном ландшафте образовательных средств. Адаптивное обучение — это современный образовательный тренд, связанный с разработкой цифровых образовательных платформ, которые определенным образом трактуют структурирование и подачу содержания образования. И по недавнему исследованию к 2030 году до 90% школ всего мира так или иначе коснутся этого инструмента. Поэтому, как минимум, надо на это посмотреть, понять, как это устроено, чтобы какое-то свое отношение к этому высказать. Ну, география этого явления такова, что на сегодняшний момент порядка 60% всех, ну, вот с экономической точки зрения, вложений, инвестиций в эту тему — это Северная Америка. Очень активен в этом отношении Китай и вообще Восток, и Азия. И сейчас уже есть целая региональная система образования, например, шанхайская, которая почти полностью перешла от бумажных учебников к цифровым адаптивным платформам. Много исследований ведется в Европе, там где-то порядка 10% рынка адаптивного образования, ну, и стараются не отставать Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, где тоже эти исследования ведутся, тоже появляются свои решения и внедрения. У нас пока эта тема не очень активна, но меня радует то, что ключевые игроки образовательного рынка понимают, что это очень важная тема, говорят, что за этим будущее, давайте на это все смотреть. Вообще тенденция такова, что основными двигателями темы, связанные с адаптивным обучением, сегодня являются издательства. Как ни странно, вроде бы, те люди, которые должны отстаивать интересы книгопечатных учебников, говорят, давайте поймем, что можно делать на цифровых платформах, какие они для нас несут дополнительные ресурсы, какие там возникают риски, давайте разбираться. И основные инвесторы в исследовании, в развитии системы адаптивного обучения в мире, это прежде всего крупные издательские фирмы, которые думают про свое будущее. И это совершенно понятное решение. Они не хотят терять свой рынок, понимают, что там приходит нечто новое и начинают это осваивать. Вот этот вот столбчатый график внизу показывает, как растут инвестиции по годам, какой прогноз. И прогноз такой, что за 10 ближайших лет инвестиции в эту тему возрастут примерно в 10 раз. То есть каждый год практически удваиваются вложения и научные, и всякие там технологические, и программистки в то, чтобы системы адаптивного обучения развивались. Для того, чтобы разобраться, как это вообще влияет на ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, мне бы хотелось небольшой тут сделать такой экскурс в то, что у нас было раньше. И вот здесь у меня есть две картиночки, обе которые мне очень дороги. Одна это фактически такая гравюра с натуры, середина 15 века. Это типография Иоганна Гутенберга, то есть человека, который придумал, изобрел книгопечатание, которое, по сути, стало едва ли не ключевой такой технологией, носителем той модели тиражирования здания, которая у нас на сегодняшний момент имеется. Вообще нужно сказать, что многие вещи, о которых мы сейчас думаем, они на самом деле имеют очень такую давнишнюю историю. Мы сейчас много говорим про персонифицированное обучение, про индивидуальный подход, но если мы посмотрим, например, как было устроено образование в античности, то мы увидим, что все диалоги Платона, они как раз про индивидуальный подход, потому что каждый его диалог, обращенный к ученику, он абсолютно другой, чем какой-нибудь другой диалог. То есть он, в принципе, не умел одни и те же вещи рассказывать, если мы говорим про Платона, про Сократа, одни и те же вещи рассказывать разным людям. И даже есть такое свидетельство, что когда пришли к Сократу, сказали, Сократ, ну ты давай вот уже записывай свои вот эти лекции, это все так интересно, это люди должны знать. А он сказал, нет, вот если мы начнем записывать, то мое живое слово, оно умрет. Я очень важные вещи потеряю. То есть вот пока моя память хранит то, что я говорю, пока она хранит вот мою культуру, мой образ мышления, это все живое. Как только я это начинаю записывать, оно все уже отмирает. Это начинают как бы пересказывать люди, которые не очень хорошо понимают, о чем идет речь, что записывать нельзя. Поэтому индивидуальный подход, персонифизированное обучение, оно существовало достаточно давно. Но произошел вот этот очень важный технологический сдвиг в середине 15 века, когда появилась возможность печатать и тиражировать в больших количествах вот то, что по сути являлось ну такими компендиумами, то, что вот там хранило в себе знания, энциклопедии, потом учебники, там эти тексты священного писания, и так далее. И началась совершенно как бы очень важная, совершенно, но другая история с массовым образованием. То есть, что мы получили? Мы получили возможность учить каждого ребенка, каким бы он ни был, где бы он ни находился, какой социальный статус он бы не имел. Это очень важно. И вот когда вспоминают Каменского, а сейчас вот, кстати, очень часто вспоминают Каменского, и это, мне кажется, очень знаковая вещь, потому что мы все чаще обращаемся к источникам. То есть, с чего вся эта история началась, это признак того, что сейчас начинается что-то новое. То есть, чтобы понять, что сейчас новое происходит, надо понять, что у нас, собственно говоря, есть на настоящий момент. Вот. И Каменского-то привлекла именно вот эта идея, что можно учить каждого вне зависимости от того, где он находится, какой он человек, есть ли у него там таланты, есть ли у него деньги. Он всегда может быть научен, когда у нас в руках есть вот эта вот книгопечатная книга. Эта история, на самом деле, не такая уж молниеносная, что вот он там в 1630-х годах написал «Великую дидактику», и все, мир преобразился. На самом деле, мир не преобразился. То, что он там написал, очень долго лежало под спудом. Мало кто понимал вообще, про что это. Благо, что и написано это было достаточно сложно, и не все это принимали. И прошло, ну, так лет, я бы сказал, порядка 300, прежде чем люди начали понимать, что, собственно, он там понаписал, Яна Моско-Аменский в своей великой дидактике, и понадобились совершенно новые решения, в том числе организационные. То есть понадобилось, чтобы государство, наконец, обратило внимание на то, что школа, это очень важно, и от того, какая у нас школа, зависит то, какие завтра будут у нас не просто люди в абстрактном смысле, а какие будут у нас чиновники, какие у нас будут ученые, какие у нас будут офицеры, какие у нас будут политики, и так далее. Вот когда начались как бы вложения в эту историю, тогда, собственно говоря, и вся эта механика заработала. И понадобилось очень много всяких конкретных решений, вот, например, пока к концу XIX века люди не изобрели учебные планы, собственно, все это работало достаточно таким случайным образом. Ну, хорошо, вот я педагог, у меня есть книжка, но я могу ее трактовать совершенно разным образом, извлекать из нее разные смыслы. и понадобилась очень большая такая длительная история интеллектуальная, связанная там с Гербертом, с Циллером, там со многими другими вещами, когда появилась возможность как-то технологизировать сам процесс обучения. И вот эта вот вторая картинка, которая у меня здесь есть, она такая немножко смешная, это такая карикатура, которая была нарисована в конце XIX века относительно того, как люди видели в себе образование будущего. И была такая вот мечта, которая, в общем-то, она такая очень органично вытекает из идеи самой дидактики. Хорошо бы было, если бы книжки можно было как бы по проводам прямо транслировать в голову, и они бы гарантированно туда заходили. И содержание того, что написано в книге, становилось бы предметом интеллектуальной деятельности самого ученика. То есть была бы такая мясорубка, мы туда кладем книжку, и по проводкам она туда заходит. Но, кстати говоря, всем людям, которые связаны с лингвистическим образованием, или, наверное, меня не даст соврать, вот кто видел лингофонный кабинет, наверное, знает, что он устроен примерно таким же образом. То есть такие проводочки, наушнички, и туда заходит некое знание, которое мы усваиваем. То есть это не такая уж, в общем-то, идея и нелепая. Но в любом случае, идея здесь какая, что на вот эту вот технологию книгопечатания, тиражирования знания накладывается другая технология, технология передачи этого знания от одного поколения к другому, к следующему, от учителя к ученику. Ну, и есть масса всяческих нюансов, связанных с тем, как это устроено. И вот эта модель, она является доминирующей, ну, и поныне, я бы сказал так. То есть мы все примерно понимаем, как пишутся учебники, мы все понимаем, как делаются учебные планы на основе этих учебников, и мы все понимаем, как учитель должен проводить урок, когда у него в руках есть учебник, и когда у него в руках есть учебный план. И эта ситуация настолько естественна, что сомневаться и думать о том, что может быть что-то другое, даже в голову-то долго никому не приходило. Я бы сказал, что даже вот до середины 20 века никто сильно не сомневался, что может быть как-то по-другому. И вот эти вот сомнения, они в нескольких вещах были зафиксированы, но прежде всего, до сих пор в дидактике одним из ведущих положений является то, что учебник содержит в себе программу учебного процесса. Вот как мы учебник построим, как мы его выстроим логически, так, собственно, учебный процесс и будет построен по данному предмету. Какую тему мы изложим первой, какую тему мы изложим второй, потом третьей и так далее. То есть там эта логика есть, весь этот алгоритм там присутствует. И наш великий дидакт Михаил Николаевич Скаткин, он, собственно, про это и говорил, что учебник содержит программу учебного процесса. Поэтому учебник непоколебим. То есть мы можем менять многое другое, там менять квалификацию учителя, менять учебные планы, там что-то еще. Но вот когда мы учебник написали, мы создали вот некую проекцию того, что мы хотим сделать. Поэтому учебник нельзя трогать. Вот все другое трогать можно, можно вносить туда какие-то дополнительные элементы, там технические средства обучения и так далее, но вот это трогать нельзя. Почему, например, сейчас есть достаточно серьезные основания считать, что компьютеры сильно ничего не меняют. И эта точка зрения, она, конечно, имеет право существовать, потому что, например, было время, когда люди очень сильно надеялись, что телевидение изменит учебный процесс. Я даже сам застал это время. У нас был в школе учитель физики, который очень любил проводить уроки физики с технической поддержкой. Это выглядело так. Он ставил перед нами телевизор, в лаборантской сидел лаборант и через видеокамеру транслировал нам учебник на экран телевизора. Так, чтобы мы могли посмотреть на свой собственный учебник, не просто вот который лежит на парте, но и так, чтобы он был на телевизоре запечатлен. И все мы прекрасно понимаем, что телевидение по большому счету ничего в учебном процессе не поменяло. Какой он был, такой он и остался. Ну, просто с некоторыми такими забавными дополнениями, вроде телевидения, магнитофонов, видеомагнитофонов, проигрывателей, пластинок, еще чего-то. Так вот, пока мы не трогаем учебник как основной программирующий элемент системы образования, у нас по большому счету ничего не меняется. Вот когда мы его начинаем трогать, тут уже начинаются всякие интересные вещи. И тут есть повод задуматься о том, что приходит какое-то новое время, какие-то новые модели и схемы. Ну, вот касательно того, насколько вообще все это нужно, насколько мы к этому подошли и насколько мы испытываем какую-то необходимость. Ну, должен сказать, вот такая вот у меня и схема, которая, собственно, представляет собой Гауссиану, можно на нее смотреть долго и наслаждаться ее идеальным видом. Идея здесь следующая, что на самом деле вот эта вот программирующая роль учебника, она... Что-то меня не слышно, да? Хорошо. Вот программирующая роль учебника, она на самом деле ограничена несколькими вещами. Ну, во-первых, мы всегда знаем, что есть определенное количество учащихся, которые учатся не по учебнику, которые, ну, в стародавние времена используют дополнительную литературу, там занимаются в каких-то кружках, в каких-то там участвуют олимпиадах, которым учебник сейчас... Ну, которым учебник не очень сильно нужен. Вторая история связана с тем, что когда у нас учебный процесс линейный, когда мы знаем, что за параграфом 1 всегда идет параграф 2, потом параграф 3, потом параграф 4, всегда есть риск того, что кто-то от этого процесса отстанет, что будет всегда ученик, который отстал от этого паровоза, и все уже находятся на параграфе номер 18, а он все еще не понимает, что происходит в параграфе номер 1. И тому есть очень много причин. Не всегда это вина этого самого учащегося. Вот здесь тоже произошла такая очень важная смена образов, и базовый образ, который лежит в основе дидактики, стоит в том, что всех детей надо довести до определенного уровня, что нужно на выходе из школы подготовить эту всесторонне развитую, гармонически развитую личность, и в этом, собственно, есть цель. Где-то вот в середине 20 века здесь начался очень сильный пересмотр, который привел к тому, что идея-то на самом деле появляется другая, что вот к нам приходит ученик, и мы должны понять, какое, чтобы понять, чего ему нужно, и что из него можно извлечь. То есть вместо этой метафоры заполнения пустого сосуда появляется метафора развития ребенка, как и семечки вырастания. Кстати, Каменский очень любил эту историю, когда ученик — это как бы нечто вырастающее, и мы должны лишь правильно подобрать все условия для того, чтобы он рос в правильном направлении. Так вот, эта идея сейчас становится все более инструментальной, по мере того, как мы все больше понимаем, что, собственно, из себя представляет ученик. И тут надо обязательно сказать всякие добрые слова в адрес тех великих наших психологов, которые в первой половине XX века, даже опережая время, про это очень много думали, про Блонского, Выгодского, там того же Залкинда, сейчас несправедливо забытого, то есть людей, которые стояли у истоков педагогической психологии, которые, собственно, заложили вот эту мысль, что дети все разные, мы должны с этим жить, мы должны понимать, что мы не можем всех их дотащить до определенного уровня, гораздо важнее понять, вот какой у него есть потенциал. Про это, кстати, очень любили писать Стругацкие. Вот в полдень XXI век у них как раз вот такая идея такого идеального образовательного процесса заложена, что с каждым учеником работает его персональный тьютор, наставник, который понимает, в чем его особенности, в чем его потенциал и развивает его туда, куда он может достичь. Ну, естественный вопрос, где напастись на наших 14 миллионов учеников, в 14 миллионов наставников, которые будут этим заниматься. И вот здесь-то вот и вступает на арену тот самый искусственный интеллект, на мой взгляд. Вот здесь вот тот момент, когда вот это «enter сэдминт», оно должно и прозвучать, что если у нас нет такого количества живых наставников, может быть, какие-то функции этих наставников мы можем доверять этому самому искусственному интеллекту при условии, что он этически обоснован, что он понимает, что делать правильно, при условии, что он прокачан профессионально, что он построен на всех современных достижениях того, что из себя представляет психологическая и педагогическая наука, ну и при условиях, что мы сами понимаем, как это правильно делается. И вот тогда действительно у нас возникает ситуация, когда мы можем, не теряя массовости образования, когда мы можем, не теряя гарантии образования любого человека, который пришел в нашу образовательную систему, гарантировать ему и некоторое развитие, связанное с его индивидуальными особенностями. Задача эта, по большому счету, еще на сегодняшний момент нерешенная, но мы хотя бы начинаем понимать, как ее решать. Про эту тему очень много думал в середине 20 века такой известный психолог Скиннер, который, собственно, произвел ряд таких важных экспериментов, которые привели к возникновению программированного обучения. Если вы помните, ну вот кто-то, может быть, застал на себе, кто-то, может быть, про это читал. Был такой период, когда пытались педагоги строить такие образовательные машины, в которые ученик мог там прочитать некоторый вопрос, написать свой ответ, и вроде бы там шел какой-то диалог с этим вот устройством. И надо сказать, что у нас к этому очень благосклонно отнеслись, во-первых, наши кибернетики, такие, как Аксель Берг, например, он очень сильно это все поддерживал, говорил, ребята, за этим будущее, давайте на это все смотреть и тоже вникать. И наши наиболее прогрессивные психологи, вот наш Петр Яковлевич Гальперин, которого мы все знаем как основателем теории познавательных, формирования познавательных умений, он очень на это все внимательно смотрел и говорил, что, ребята, это очень важная тема, и давайте этим всем заниматься и смотреть, что из этого получится. Ну, с самим программированным учением не получилось, потому что это все была очень цифровая, не цифровая пока история, то есть это все делалось на аналоговых инструментах, но сейчас есть как бы все основания к тому, чтобы двинуться дальше и посмотреть, как это может быть реализовано на самом деле в цифровой среде. И вот здесь у нас, собственно, и появляется концепция адаптивности, которая ученика трактует не просто как некое сырье, из которого можно сделать либо отличника, либо победителя Олимпиады, либо он как бы идет своей дорогой, потому что он ни то, ни сего нам не интересен. И если говорить про адаптивность, то есть как минимум шесть направлений, по которым этому сейчас все развивается. первое, это скорость, то есть мы понимаем, что дети учатся с разными темпами, и по-хорошему нам надо создать такую среду, в которой одни дети учатся быстро, другие дети учатся медленно, и это никого не раздражает, ни первых, ни вторых. По большому счету в классическом классе это нерешенная проблема, потому что учитель ориентируется на некий такой усредненный темп, при этом у него в классе сидят дети быстро, сидят дети медленно, и в общем-то страдают и те, и другие. Вторая история, это история с уровнями сложностей, одни дети готовы учиться на более высоком уровне сложности, другие не готовы это делать, но и те, и другие находятся в одном и том же классе, со всем этим надо работать. Третья, это история, связанная с учебным стилем, то есть одному человеку достаточно прочитать текст, он уже все понял, а другой не поймет, по какому это не объяснят словами, и с этим тоже надо как-то жить. Четвертая история, это то, о чем я уже говорил, что человек мог по объективным причинам пропустить параграф номер 2 и номер 3, исходя из этого параграф номер 4, он не поймет. А рассказывать ему то, что было раньше, уже ни у кого нет времени в реальном учебном процессе. Пятое, это то, что по большому счету у разных людей есть разные способности, и с этим надо как-то жить, то есть есть люди объективно одаренные, есть люди, ну, которым вот, ну, это, кстати, история с Пушкиным, вот у него был такой учитель математики Карцев, который, собственно, известен сейчас одной только фразой, который сказал, вот, да бог него, давайте отстанем от Пушкина с этой математикой, пусть пишет свои стихи. Это вот все, что мы сейчас помним про учителя математики Карцева, хотя он был замечательный человек, но это вот как раз история про способности. Если учитель успевает понять, что у ученика есть некая способность в одном, так может быть, другого от него и не требует. Ну, и шестая история, это история, собственно, со сложностью контента, то есть мы всегда можем адаптировать то, насколько сложным мы делаем изложение нашего материала, для того, чтобы сделать его объективно более доступным для учащегося. Ну, если смотреть в целом, как это все устроено, на процесс трансформации содержания из бумажного учебника в цифровую адаптивную платформу, здесь я буквально быстренько несколько слайдов проскочу, то есть классический бумажный учебник это такой паровозик, в котором параграф 2 всегда идет за параграфом 1 и всегда предшествует параграфу 3 и так далее. Хотя на самом деле наука устроена не так, то есть любой человек, который наукой занимается профессионально, понимает, что в науке там не одно идет за другим, а многие вещи происходят одновременно. Что происходит дальше? Вот учебный к бумажной, на самом деле, то, что он такой вот у нас склеенный, в значительной степени это такая метафора. И мы всегда, если посмотрим в него глубь, поймем, из чего он состоит, то есть из каких учебных объектов состоит вот этот наш любимый, неделимый бумажный учебник. Дальше у нас возникает следующий ход, когда мы вот эту вот сшитую последовательность декомпозируем, раскладываем на такое вот знаниевое поле, которое состоит из множества учебных объектов. После этого мы заново простраиваем вот эту вот систему связей между ними. И ученик получает возможность двигаться не по единственно заданной траектории, а вот в поле таких вот расходящихся тропок, делая выбор на каждом из этих шагов. Я бы обозначил здесь шесть таких вот ключевых вещей, которые появляются у нас, когда мы из аналоговой системы переходим в цифровую систему. Ну, первое, мы начинаем иметь дело, в отличие от бумажного учебника, с цифровым тиражированием учебных объектов. То есть мы можем их создать любое количество, совершенно без каких-либо затрат, по сравнению с тем, когда мы печатаем учебник в миллионе экземпляров. Второй очень важный момент — это ремиксинг. То есть когда мы берем нечто, созданное кем-то другим, и на основании него делаем что-то свое. Здесь совершенно другая логика. Мы все знаем, что списывать плохо в традиционной бумажной логике, в цифровой логике — брать чужое, делать из него что-то свое. Это очень правильное действие, и вот наш Евгений Вич Поторакин очень хорошо про это умеет рассказывать. Повторное использование. То есть то, что мы один раз делали, мы делаем не просто для того, чтобы это пройти и забыть, а для того, чтобы это использовать снова. Далее — это встраивание в личные учебные среды. То есть когда у нас появляется цифровой учебный объект, мы стремимся к тому, чтобы он стал частью индивидуальной, личной учебной среды учащегося, был в нее органично встроен. Дальше появляется возможность генерировать учебные объекты автоматически. Вот у нас сегодня тема такая была, связанная с генеративным искусственным интеллектом. Ну и шестое, я бы здесь упомянул, возможность использования технологии искусственного интеллекта при выборе образовательных траекторий. То есть вот когда мы находимся в этом поле знаний, искусственный интеллект помогает нам не просто стоя над нами, а вот говоря, что вот твой путь, скажем, по левой тропке, он более правильный, чем путь по правой тропке. Ну и под конец я бы упомянул конкретный проект, который мы сейчас реализуем у нас в Институте цифрового образования. Мы его делаем вместе с двумя партнерами, один из которых — это «Издательский дом просвещения», издательство, которое печатает учебники в особо крупных количествах, но вот просвещение сейчас все больше задумывается о том, что будет потом. То есть издательство думает о новых цифровых адаптивных решениях, и за это им большое спасибо. И второй наш важный партнер — это компания 01 Математика. Это такой инновационный стартап, который базируется в Сколково, у которого есть очень интересное решение. Это решение — цифровая адаптивная платформа по математике, которую они разработали. Это действительно очень интересный продукт. Вот мы в течение года тестировали, как она внедряется в школах, прежде всего, Москвы. Обнаружили, что там действительно есть прирост в знаниях и умениях учеников. И даже реализовали такой проект с ними, о котором я скажу чуть дальше. Мы вместе с нашими партнерами сейчас ведем два направления. Одно связано с биологией, и второе связано с информатикой. То есть мы пытаемся трансформировать бумажные школьные учебники в цифровые адаптивные платформы. И вот уже в ближайшем времени, я думаю, что мы сможем рассказать о том, как это происходит. Ну и на практике, вот буквально сейчас, вот к июню этот проект был реализован. Это проект «Готовимся к сдаче государственной итоговой аттестации с искусственным интеллектом». Проект, который проходил в 19 регионах России. Вот на платформе, которая разработала 0.1 Математика, был создан такой продукт, который позволил готовиться к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ школьникам, которые учились в 9-11 классах, в 19 регионах, там больше 4 тысяч школьников. И вот какие результаты у нас получились. Результаты, на самом деле, очень интересные. От 30 до 40 процентов прирост по сравнению с пробными экзаменами. То есть школьники, которые систематически эту платформу используют, в среднем сдают результаты ГИО примерно на 30 процентов лучше, чем школьники, которые этого не делают. То есть даже если вот всю эту историю возвращать с таких вот поднебесных каких-то теоретических вопросов на практику, оказывается, что да, если мы в учебном процессе ориентируемся на реального ученика, на его реальные проблемы, используем при этом современную цифровую платформу, которая должным образом обустроена, как вот платформа 0.1 Математика, например, то это дает очень неплохой результат уже сейчас. И про это все важно и интересно думать. Спасибо, я закончил. Буду рад ответить на вопросы, если таковые возникнут. Да, спасибо большое, Борис. Вот у нас есть вопрос из сети. Мы, как обычно, отдаем приоритет людям, которые не с нами, не в аудитории. Контрольно-измерительные мероприятия должны адаптироваться вместе с учебником? То есть каждый в своем темпе... Это следующий вопрос, наверное, уже, да. Давайте вот сначала... Контрольно-измерительные мероприятия должны адаптироваться вместе с учебником? Ну, короткий ответ, да. То есть наряду с темой адаптивного обучения сейчас активно развивается тема адаптивного тестирования. Ну, здесь я бы такой вот уточняющий момент внес, что на самом деле вопрос о том, заменит ли цифровая адаптивная платформа учителя, не стоит. Вот почему мне нравится 0.1 Математика? Потому что они очень четко говорят, что мы разрабатываем средства для учителя. Вот учитель это возьмет и будет использовать. И весь тот багаж контрольно-измерительных средств, которые учителя есть, вот, например, там, давайте нальем в пробирку реактив, там, сольем с другим, посмотрим, что получится. Это все продолжает работать. Просто здесь появляется еще целый такой большой арсенал средств, прежде всего, вот, связанных с адаптивным тестированием, которые подключаются на службу учителя. Ну, вот здесь все-таки комментарий к тому же вопросу был. Смотрите, то есть каждый в своем темпе обучается и по своим способностям. Относительно себя он растет. То есть я прогрессирую, то есть заслуживаю высокой оценки. И меня нельзя сравнивать с моим коллегой. А как же наши единые, там, в ГОСы, ЕГЭ и так далее? Ну, вопрос действительно очень важный и очень интересный. Вот я не стал вставлять сюда вот эту картинку. Я ее тоже очень люблю. Многие наверняка помнили, видели, как сидит такой дяденька, перед ним сидит пингвин, обезьяна, там, кит, дельфин, там, еще кто-то. И он говорит, вот сейчас мы проводим для вас экзамен стандартизированный, надо залезть на дерево. Кто быстрее всех залезет, тот и молодец. И понятно, что обезьяна залезет быстрее всех и выиграет, не потому что она лучше училась, потому что она как устроена. А пингвин всегда проиграет, не потому что он такой глупый, а потому что он устроен так. То есть после того, на мой взгляд, как вот эта вот вещь, связанная с цифровой дидактикой, зайдет в массовую практику, встанет вопрос о множественности шкал оценивания учащихся. То есть Пушкина оценивать так же, как Эйнштейна по той же самой шкале, бессмысленно, потому что они проразные. Но для этого должна быть воля общества и воля государства, для того, чтобы поддерживать разные системы оценивания учащихся на выходе. Спасибо. И еще вопрос от нашей коллеги Елены Алексеевичевой. Насколько меняется содержание учебника при такой трансформации? Оно меняется. Оно, безусловно, меняется, потому что бумажный учебник, при всей любви к этому жанру, это всегда некое усреднение. То есть мы всегда работаем на некого среднестатистического ученика, который не понимает высоких материй, но которому надо давать нечто большее, чем простая элементарщина. Вот цифровой адаптивный учебник, он от этого ограничения свободен, он может себе позволить работать на все категории учащихся, которые у нас есть. То есть давать и элементарный материал, и давать материал повышенной сложности, все в рамках одной и той же платформы. Вот если мы говорим про понятные вещи, такие как математика, например. То есть да, содержание меняется, меняется сам цикл обновления содержания, потому что цифровые платформы, они по умолчанию более реактивны по отношению к изменениям. И это совершенно нормально, поскольку мы говорим об изменении всей дидактической схемы, то да, содержание образования тоже меняется. Спасибо. Коллеги, есть у вас вопросы? Да, вопрос есть. Борис, спасибо большое. Я с большим удовольствием послушала ваше выступление. Мой вопрос вот с чем связан. Есть мнение, что ученик, который осваивает различные цифровые ресурсы, должен быть более самостоятельным, должен занимать исследовательскую позицию, наверное, больше, чем даже в обычной жизни. Вот как можете это прокомментировать? Ну, две вещи я тут скажу. Одна как бы более умная, другая менее умная. Но более умная – это вот та метафора, которую лет так уже 25 назад бросил Марк Пренский, о том, что есть цифровые аборигены, что есть вот уже сейчас поколение детей, которым освоение цифровых инструментов не представляет каких-то учебных сложностей. То есть, если вы родители, если вы заходите в районную детскую поликлинику, вы видите, что сейчас вот трехлетние дети сидят с планшетами в руках, пока их мамы ждут очереди к врачу. Ну, это просто объективная реальность. И понятно, что для такого ребенка вести курс использования, изучение возможностей планшета, ну, совершенно бессмысленно, потому что он знает это все как бы с рождения. Мы эти сами все не раз наблюдали во всяких практических ситуациях. Дети очень быстро и очень эффективно учат друг друга, например. То есть, они не нуждаются даже в учителях. То есть, один ребенок рассказывает другому, как, например, установить приложение на смартфон в каком-то очень специфическом языке, очень быстро и очень эффективно. Так что я бы сказал, что больших проблем здесь не будет. И это вообще даже, по-моему, никак не связано ни со способностями, ни с успеваемостью учащегося. То есть, одинаково хорошо этим вещам учатся. И талантливые, и неталантливые, и успешные, и неуспешные. То есть, это просто, ну, как сейчас такой мейнстрим культурный, я бы так сказал. А как учителю использовать этот потенциал? Как сделать так, чтобы дети начали обучать друг друга? Валерия, забирайте свое время. Ну, я думаю, что учитель просто должен быть открыт к новому. Ну, то есть, учитель по умолчанию должен быть открыт к новому. Это потому что, наверное, часть педагогического профессионализма. Вот. Просто, ну, смотреть на возможности. Если есть ресурс, если есть возможность, надо его использовать, а его не терять. То есть, тот, кто нам мешал, тот нам поможет. У любого инструмента, как бы, возьмите лопату, у него те же самые две сущности. Она может быть орудием нанесения травмы и орудием копания, там, чего-нибудь полезного, типа канавы. Только надо уметь этим пользоваться. Профессиональный учитель должен уметь пользоваться инструментами. Что я могу сказать? Спасибо. Очень близка ваша позиция. Спасибо, Борис. Вот, короткий вопрос и короткий ответ. Скажите, вот ваш адаптивный учебник как-то изменит отношение между участниками образовательного процесса? То есть, учитель, родитель, ученик и так далее. Изменится ли это? Я в это очень верю, потому что весь смысл этого движения состоит в том, чтобы у нас стало меньше неуспешных и неуспевающих учащихся. То есть, когда у нас не будет вот этого, что отличники сидят на первых партах, двоечники на задних режутся в подкидного дурака. Любое современное, любое образование, которое мы сейчас видим, оно очень сильно иерархизирует. То есть, есть успешные, есть неуспешные. Есть те, кто могут учиться в хорошей школе, есть те, кто не могут учиться в хорошей школе. Даже вот когда мы делали этот проект ГИА с искусственным интеллектом, мы столкнулись с тем, что, например, готовят к ГИА по математике учителя, которые по образованию являются физкультурниками, например. Ребенок-то не виноват. Он просто в такой местности учится, в такой школе, что он обречен на это. Поэтому я верю, что будет больше успешности и больше эффективности. Тогда да, изменит. Да, спасибо. Тогда вот нам сейчас Валерия как раз и расскажет о культуре образовательных отношений. Спасибо. Надо это? Нет, я думаю, что не нужно, что у нее все должно получиться. Хорошо. Естественно, мы просто... Кликер, да. Да. Спасибо. Да, дорогие коллеги, мы перепрыгнем из цифровой реальности в реальную реальность, так сказать. Но отмечу, что это исследование, о котором я сейчас расскажу, состоялось благодаря цифровизации системы повышения квалификации педагогических работников, цифровизации взаимодействия между исследователями и сотрудниками школ. И сегодня мы поговорим о культуре образовательных отношений и тех первых результатах исследования, которые у нас с коллегами получились. Ведь работала целая команда исследователей. Это вся наша лаборатория развития личностного потенциала в образовании. И наш руководитель Андрей Наумович Иоффи является и нашим вдохновителем, и инициатором исследования культуры образовательных отношений. Возможно, это понятие является достаточно новым. Мы начали разрабатывать его год назад. И немного отойти от традиционного понятия организационной культуры, либо культуры организации. Ведь очень часто, когда исследуют организационную культуру, то обращают внимание прежде всего на позиции трудоустроенных работников. А школа, пространство, школа, организация особенная. И дети, и родители очень влияют на взаимодействие внутри образовательной организации, на взаимоотношения. И поэтому мы не могли не учесть мнения и позиции этих участников образовательных отношений. В понятие культуры образовательных отношений мы заложили ценности, которые проявляются в позициях, в мировоззрении, в различных действиях, в повседневных и в учебных ситуациях, которые так или иначе связаны с образованием. У нас с коллегами есть статья о культуре образовательных отношений. Будет возможность ее почитать по активной ссылке. И Андрей Наумович Офи, когда формулировал идею культуры образовательных отношений, выделил четыре типа культуры. Административный, традиционалистский, коллективистский и индивидуалистический. На слайде вы видите слова и краткие формулировки, которые описывают каждый из этих типов культуры. Например, административный. Здесь ценится порядок, следование правилам, устоявшимся нормативно взаимоотношениям в коллективе. В традиционалистском, например, ценится несклонность к изменениям, приверженность различным традициям и ритуалам, порядкам, которые устоялся в течение многих лет и так далее. То же самое можно сказать и о коллективистской, индивидуалистической культуре. И здесь отмечает Андрей Наумович очень важный момент, что культуру нельзя рассматривать в контексте, хорошо это или плохо. Каждый тип культуры обладает и положительными сторонами, и имеет недостатки. И знание этих положительных сторон и недостатков позволяет принимать правильные решения, позволяет вносить изменения в работу образовательной организации, менять взаимоотношения, менять и, возможно, создавать новые события внутри организации. Все это представляет очень большой исследовательский интерес. И, конечно, важно отметить, что на культуру образовательных отношений влияют все участники. И администрация, и педагоги школы, и, конечно, дети и родители. Понятно, что у руководителей, у педагогов степень влияния побольше, поскольку именно они определяют, как будет строиться образовательная деятельность, они транслируют культуру взаимоотношений в большей степени, чем дети и родители. Но понимая, насколько активное влияние имеют родители и ученики, мы, конечно, не можем не учитывать то, что они и сами создают культуру, и дают образовательной организации обратную связь на основе того, какой они видят культуру этой организации. И таким образом мы можем говорить о том, что, с одной стороны, люди, которые участвуют в образовательных отношениях, с одной стороны, сами создают эту культуру, а с другой стороны, они понимают, как принято действовать в образовательной организации, как принимаются решения, как люди мыслят и таким образом видят, к какой культуре привержена образовательная организация и взаимоотношения между ее членами. И, учитывая эти позиции, мы сформулировали идею исследования. Нам было интересно посмотреть, с одной стороны, к какому типу культуры наиболее привержены участники образовательных отношений, с другой стороны, какой они видят школьную культуру образовательных отношений. И понятно, что мы не сможем говорить о том, что, например, человек является исключительно индивидуалистом. Мы говорим о том, что типы культуры сочетаются, что в разных ситуациях человек может действовать по-разному. Например, в одной ситуации он посчитает, что важно опираться на требования, на нормативы. Это характеристика административного типа культуры. А в другой ситуации, например, он будет опираться на свои возможности либо на людей, которые вокруг него. Соответственно, индивидуалистические и коллективистские типы культуры. Поэтому, да, мы не говорим о каком-то одном типе, мы говорим о сочетании. И точно так же интересно посмотреть, какое сочетание типов культуры возможно в школе, какой видят школу участники образовательных отношений. И эти результаты, по нашему мнению, должны становиться основой для диалога. В первую очередь нас, исследователей, с руководителями образовательных организаций, с кураторами, которые участвуют в этом исследовании, которые организуют его в своих школах. И с другой стороны, руководители образовательных организаций точно так же могут выстроить диалог с педагогическим коллективом на основе данных. А педагоги, в свою очередь, могут учитывать эти данные во взаимодействии, во взаимоотношениях и с детьми, и их родителями. Поэтому самое главное в данном исследовании, которое мы провели, создать эту самую точку, с которой начинается диалог. И, учитывая эти позиции, мы разработали инструмент исследования. Это анкета для разных групп участников образовательных отношений, для детей, для родителей, администрации и педагогов. В целом вопросы достаточно похожи, но, учитывая специфику каждой группы, мы меняли некоторые формулировки для того, чтобы попасть в контекст, в котором живут, с одной стороны, дети, родители, с другой, администрация и педагоги. Итак, первая часть анкеты направлена на выявление мировоззренческой позиции участников исследования. Вторая часть анкеты связана с тем, какой участники образовательных отношений видят свою школу. И здесь отмечу, что мы выделили вопросы, по три вопроса в каждой части, которые связаны с ситуациями, соответственно, выбора, с ситуациями достижения и жизнестойкости. Так как наша исследовательская команда работает не только в этом направлении, но и реализует программу по развитию личностного потенциала, то нам, конечно, было важно опираться на идею, на концепцию личностного потенциала. И отмечу, что три составляющие как раз соотносятся с ситуациями выбора, достижения и жизнестойкости. Поэтому мы вот такое исследовательское ответвление в нашей анкете учли. И третий момент, дополнительные вопросы, это вопросы статистического характера и несколько вопросов для администрации и педагогов об организационной культуре. Эти вопросы мы в дальнейшем сможем проанализировать и сопоставить с первой, второй частями анкеты, которые мы самостоятельно разрабатывали. На экране вы видите примеры вопросов, и каждый вариант ответа соответствует тому или иному типу культуры. Вот, например, административный тип и вариант ответа, что если учитель сказал, что обязательно нужно участвовать, то я поучаствую в Олимпиаде, если мы рассматриваем ситуацию, которая приведена в этом вопросе. Или, например, административный тип соответствует позиции, что школьные правила обязательно должны устанавливаться в школьной администрации и больше никем. И аналогичным образом традиционалистский тип, коллективистский и индивидуалистический. Участниками исследования стали образовательные организации, с которыми мы очень плотно работаем. Их 15. Это школы, которые входят в федеральную инновационную площадку МГПУ, и многие из этих школ также являются участниками программы по развитию личностного потенциала. И вот в этой таблице вы видите, сколько у нас всего было участников исследования. Данные собирали в этом году, в апреле-мая. И у нас появилась возможность уже сейчас представить первые результаты исследования культуры образовательных отношений и посмотреть, какой тип культуры образовательных отношений преобладает у разных групп участников образовательных отношений, какими они видят свои образовательные организации. И здесь замечу, что, несмотря на такой объем выборки, мы бы не хотели показывать общую картину по всем участникам, по всем образовательным организациям, поскольку мы понимаем, каждая образовательная организация уникальна, в ней свои сложившиеся взаимоотношения. Каждая группа участников образовательных отношений в конкретной школе тоже уникальна, и поэтому нам представляется целесообразным показывать результаты исследования на примере каких-либо образовательных организаций. И возьмем для примера так называемую школу А, и последовательно покажу, что мы получили по результатам исследования. Вот, например, администрация, это руководитель образовательной организации и его заместители, которые ответили на первую-вторую часть анкеты. Здесь мы видим, что они являются по большей части приверженцами коллективистского типа, индивидуалистического типа, а вот в своей образовательной организации они видят, что существует немало административных проявлений. То же самое сделали по педагогам, увидели выраженность индивидуалистического типа и типа коллективистского, и посмотрели также, какой педагоги видят свою школу. И тут тоже обращаем внимание на то, что административных проявлений больше, чуть меньше проявлений индивидуалистического типа. И вот здесь как раз возникает очень интересный вопрос, «Дорогие коллеги, педагоги, а как вам эта картина? Действительно ли в образовательной организации не так много возможностей для проявления самостоятельности, инициативы, возможно, креатива, чем вам бы хотелось? А может быть, наоборот, педагоги бы увидели, что административные проявления, которые они заметили, поддерживают порядок в образовательной организации, все требования и установки руководства понятны, от этого в организации хорошо и спокойно». И когда мы обсуждали эти результаты исследования с руководителями образовательных организаций, которые участвовали, мы обратили внимание, что появляются совершенно разные гипотезы по поводу того, насколько ситуация, которую выявили руководители сами и педагоги, адекватна и комфортна для самой школы. Может быть, при взгляде со стороны мы скажем, что эта картина не вполне адекватна, что нет возможностей для проявления индивидуальности, а руководитель организации и педагоги могут сказать, «Да нет, все в порядке, эта ситуация вполне комфортна для нашей школы, и мы бы хотели ее поддерживать». Посмотрим, что получилось по ученикам. В части анкеты под названием «Я сам» преобладает индивидуалистические проявления культуры и достаточно большая доля коллективистской культуры. А вот в школе ученики видят достаточно большое количество административных проявлений, решений сверху, может быть, что-то в приказном порядке происходит, и это дети тоже фиксируют. И видим процент индивидуалистического типа культуры тоже не очень большой, как и по результатам исследования педагогов. Хотя, с другой стороны, эта картина может наталкивать на мысли, что в школе поддерживается некий баланс четырех типов культуры, и этот баланс вполне адекватен, и можно продолжать работать в том же духе. То же самое по родителям. Очень похожая картина. Ну и хотелось бы познакомить вас также с результатами исследования в плоскости ситуации выбора, достижения и жизнестойкости, посмотреть, как в разных ситуациях проявляется культура образовательных отношений. Это уже другая школа. Мы обработали данные по педагогам, и видим, что, например, в ситуациях выбора педагоги привыкли опираться на свои возможности, а вот в школе замечают больше административных решений в ситуациях выбора. В ситуации достижения здесь мы видим, что педагоги склонны к индивидуальным достижениям, но также им важно опираться на коллектив, достигать цели вместе, возможно, со своими коллегами, со своими близкими людьми, а вот в образовательной организации такое, возможно, не поддерживается. Это как раз опять же отправная точка для диалога с педагогами, а в каких ситуациях вы бы хотели достигать цели совместно. То же самое жизнестойкость, возможность обсудить, возможность поговорить с педагогическим коллективом, проанализировать результаты и понять, например, в каких ситуациях, в каких проблемах вы бы хотели, чтобы у вас была надежная опора в виде коллектива. Я не случайно отметила, что это только первые результаты исследования, что впереди предстоит довольно большая работа, и в первую очередь мы бы хотели сопоставить данные по всем трем частям анкеты, проанализировать корреляции. Дальше мы запланировали консультации и занятия. Отмечала, что мы уже обсудили результаты с руководителями. Следующий этап более глубокое погружение, и возможно это погружение приведет к тому, что может быть мы усовершенствуем инструмент, а может быть мы вместе разработаем идеи, как поддержать тот или иной тип культуры образовательных отношений в каждой конкретной школе. И наконец, коллеги, если вас заинтересовала тема исследования, вы бы хотели подискутировать, присоединиться к работе, мы всегда на связи, наша лаборатория всегда контактом открыта. Спасибо большое, Валерия, спасибо за такой интересный рассказ. Наши коллеги с вами из сети, мы традиционно начинаем оттуда с вопросов, спрашивают, как будет меняться культура образовательной организации с расширением древних цифровых инструментов? Интересный вопрос. Специально мы его не рассматривали, но поскольку у нас запланирована дополнительная работа с анкетами, дополнительный анализ, мы обсудим ее с педагогами, которые, кстати, высказывали, что нам бы хотелось, чтобы в анкете рассматривались ситуации, которые были не учтены на этом этапе. Может быть, мы затронем и тему цифровой среды, поскольку это очень важное пространство взаимодействия. Ну вот, наверное, это как раз предложение к вам, еще потому что появляются тоже вопросы, которые пытаются связать предыдущее выступление с вашим. Спрашивают, повлияет ли адаптивное обучение на культуру школы. То мы спрашивали Бориса Борисовича об этом, теперь вас спрашивают в другую сторону. Мне кажется, это очень ценное предложение, можно строить гипотезу на основе этого предложения и двигаться дальше. Мы пока на первом шаге, поэтому есть возможность эти гипотезы учитывать. Да, спасибо. Вы, коллеги, есть у вас вопросы? Да, если позволите, Екатерина. Спасибо большое, Валерия, очень интересно. Я бы хотела для себя вот что уточнить. Все-таки вы ориентированы на построение позитивных, позитивной, скорее, модели культуры взаимоотношений, которые существуют в образовательных практиках. Намерены ли вы в перспективе ориентироваться на так называемый неидеалог культур, то есть, когда культура, собственно, нарушается и скорее реализуется нечто противоречащее культуре взаимоотношений, поскольку вот в вашем изложении, я вижу, настроен на такой диалог гармонизирующего типа, который в дидактике хорошо известен и понятно, собственно, что он из себя представляет, поэтому рассмотрение различных типов таких взаимоотношений очень хорошо вписывается именно в понятие диалог гармонизирующего типа. А есть диалог, мы скажем так, дисгармония, то есть, то, что нарушается в практике тех или иных отношений субъектов образовательного процесса. Планируете ли вы это изучать? Мы планируем изучить прежде всего, что происходит, когда, например, большинство, допустим, учеников привержены определенному типу культуры, например, индивидуалистическому, как мы это видели в презентации, а с другой стороны, когда в образовательной организации, допустим, либо педагоги сами, либо в организации в целом, этот тип культуры не настолько поддерживается, насколько хотелось бы. Вот это как раз тот момент, который будет интересно изучить. И опять же, мы бы хотели делать это в диалоге, поскольку, с одной стороны, да, данные, да, результаты, а с другой, та интерпретация, которую дают сами руководители и сами педагоги. И мы в этом убедились, когда разговаривали с кураторами этого исследования, когда мы точно так же показывали, вот результаты школы А, поскольку у нас было групповое обсуждение, понятное дело, мы не разглашали, чьи конкретно это результаты. И одни говорили, что, на мой взгляд, это комфортная ситуация, адекватная для школы, почему бы и нет, почему бы и не поддерживать преобладающий административный тип. А другие говорили, что нет, нужно давать больше возможностей для взаимодействия участников, поддерживать коллективистский тип. Вот в этом ключе хотим исследовать. Спасибо. Спасибо. Валерия, вот подскажите, влияют ли ваши вот эти образовательные отношения на изменение образовательной цели? Вот мы сегодня возвращались к вопросу цели. Вот как-то связаны эти понятия отношений и цели? Интересный вопрос. специально не рассматривали, но, думаю, тоже можем в дальнейшем подумать на эту тему. Спасибо. Ну вот я думаю, что нам тогда Арсений расскажет, собственно говоря, как альтернативные поисковые системы эффективно используются в образовательных целях. Да, Арсений? Да, да. Спасибо. Добрый день. Действительно, я хотел бы рассказать именно об альтернативах. Зачастую что студенты и обучающиеся, если ищут информацию в интернете, они это по-любому делу, потому что интернет сейчас неотъемлемая часть нашей жизни, естественно, они вводят запрос в Google или в Яндекс и ограничиваются первой выдачей из первых страниц, и этим заканчивается эта история. История это говорит о низкой цифровой культуре и не знании того, что есть определенные альтернативы, которые могут очень результативно использоваться. Google занимает наибольшую часть рынка, поэтому он наиболее активно используется и на него приходится где-то 90% всего рынка, даже больше, но незаслуженно забытыми остаются очень много других поисковиков. Поскольку существует и градация такая условная глубины интернета, то все ограничиваются поверхностным вебом, то есть первым слоем. Думаю, что это и есть интернет. Но есть возможность углубиться и использовать, подчеркнуть дип-веб, в котором находятся неиндексируемые файлы, которых я скажу чуть позже. вот я здесь представил на красный это охват Google, на желтый это охват Яндекс, и там доли процента, которые приходятся на альтернативные поисковики, фактически все, они меньше одного процента, эти доли. Что здесь необходимо сказать в целом, что в подавляющем числе случаев это централизованная система с сервером, которая записывает информацию и доступ к этому к этой информации по желанию той компании, которую поисковик предлагает, может быть ограничен. Соответственно, это центральная схема, при которой пользователи обращаются к серверу. И таких поисковиков большинство. ту альтернативу, которую я предложу, она как раз дальше в презентации, она как раз относится к децентрализованной схеме. Ключевым моментом в использовании централизованных поисковиков является то, что вам показывают не то, что вы хотите, а то, что вам предлагается. То есть вы видите то, что вам хотят предложить. Это зачастую в первой поисковой выдаче очень индексируемые сайты, на которые все заходят, и таким образом это как снежный ком, популярность этого сайта все больше увеличивается и поднимается в выдаче. Но это не дип-веб. Зачастую это продающие сайты и так далее. Естественно, разработанные уже давно широко используются ключевые, поиск по ключевым операторам. Эти операторы практически повторяют друг друга во всех централизованных поисковиках. И, естественно, символы полезны. Можно убрать слово из поиска, то есть специфицировать запрос. Можно уточнить поиск. это безусловно ведет к цели, но соответственно это находится внутри всей этой системы централизованной. Можно разделить эти операторы на документарные и недокументарные, те, которые ищут информацию в виде документа, в виде файла. Зачастую это PDF-файлы, файла Word, Excel, либо это просто общий потоковый текст и так далее. В данном случае я рассматриваю open-source PO, то есть продукт с открытым исходным кодом. Это очень важно. То есть в данном случае любой пользователь может используя вот такую поисковую систему как YASI свободно ее скачать и вносить изменения в исходном коде продукта. То есть в YASI подстраивать под свои нужды. То есть в свое время YASI был разработан и предоставлен сообществу для того, чтобы сообщество его усовершенствовало, видоизменяло. Таким образом он может использоваться и в образовательных целях и в любых других. Но в данном случае я рассматриваю как в образовательных цель. Он не таргетирует рекламой, в нем нет спама и лишней информации. Свободно скачивается, устанавливается на Windows и на другие системы. Является децентрализованным поисковиком, где каждый участник сети это равноправный член, так называемый PIR. Работает YASI по принципу P2P, то есть он близок к концепции Web 3.0, то есть открытого интернета, которому сейчас стремятся интернета без где пользователь это равноправный участник. И вот YASI приближает к этой цели. В YASI есть возможность, во-первых, это, конечно же, поиски нам привычные, но страницы подгружаются постепенно. Он медленнее, но тем не менее подгружает и можно дождаться нужного результата. Здесь важна очень функция administration. В правом верхнем углу есть кнопка, по нажатии которой вы становитесь администратором своего поискового робота, то есть вы как не пользователь выступаете, а именно как обладатель этого поисковика и там большой широкий функционал. Вот здесь в данном случае уже была нажата кнопка и функционал показан слева. Этот функционал позволяет в одном из первых позиций осуществить парсинг сайта. Парсинг предлагают не только Яси, другие ПО предлагают парсинг, но в Яси это все осуществлено удобно и собрано в одну программу. Здесь есть в Яси активные пользователи, те люди, которые постоянно им пользуются и им можно даже написать. Есть их почты электронные, это удобно в том случае, если человек ищет единомышленников или хочет найти людей, которые специфицируются в какой-то в том числе научной области или в предметной. В данном случае на слайде показано, что можно использовать Яси внутри одной организации. То есть участниками могут являться набор людей совершенно конкретной. Либо можно активизировать кнопку и выйти в World Wide Web. То есть он может и внутри организации, внутри сети использоваться и как в целом по сети. То есть Яси близок к концепции Invisible Internet Project. он позволяет подчеркнуть Deep Web, о котором я упоминал, то есть неиндексируемые файлы. Если они неиндексируемы, это не значит, что они не ценны. У них очень высокая может быть ценность информационная. Просто они только попали в сеть и люди о них не знают. Либо они посвящены какой-то предметной области и немногим людям это немногие люди в этом разбираются. Соответственно в процессе можно посмотреть процесс работы Яси участников и тот парсинг, о котором я говорил, это один из примеров. Но с ним нужно быть аккуратным. То есть сайты база данных, есть сайты визитки. Если парсится сайт база данных, то здесь показана графовая структура, то есть всего, что было скачено. Скачка видна в программе ниже, она идет ниже, но здесь показано все, что было скачено. Соответственно это, конечно же, ненаглядно. И желательно так не делать, как говорится. Вот в данном случае показано окно парсинга, туда мы вставляем полную URL-ссылку. Можно запускать одновременный парсинг. Я пробовал одновременно до 20 сайтов, но тогда мощности компьютера могут не позволить осуществлять одновременно парсинг очень большого числа сайтов, поэтому желательно делать это в меру. Я не обнаружил ПО, которое позволило бы делать одновременно парсинг нескольких сайтов. Есть проприетарные программы, которые предлагают парсинг одного сайта, но нескольких мне удобен в этом плане Яси. И вот что я хочу как раз больше акцентировать внимание, это как раз те сайты, которые посещали люди, здесь они выведены тоже в системе, можно увидеть. Это сеть Яси, монитор, здесь все участники, у них есть ники, можно когда используешь Яси впервые тебе присваивается анонимное имя, его можно переделать под свое и тебя могут найти люди, коллеги или ты открытый в сети, тебя видно. Соответственно, пример использования парсинга. Я запустил парсинг российской государственной библиотеки, сайта российской государственной библиотеки. здесь фиолетовым показан как раз центральный узел, а зеленым те сайты, на которые он выводит. То есть это удобно в каком случае? Если человек хочет разобраться в своей предметной области, то есть он, если, как говорится, если ты знаешь, что ты ищешь, то ты найдешь. То есть в Гугле можно найти, в Яндексе найти, но нужно, чтобы найти сразу, набить конкретно название точное или точные слова подобрать. Если человек занимается этим, только начал заниматься, он не знает, что искать. Поэтому используя Яси, можно выйти на другие сайты. И здесь они показаны. То есть можно понять, куда двигаться, как говорится. Единственный минус, нельзя нажать на эти ссылки, в базовой версии, они не кликабельны. И скопировать их тоже нельзя, но напечатать можно впоследствии увидеть. Вот здесь в данном случае был запущен парсинг уже двух сайтов. Фармацевтические это компании были, то есть можно использовать в любых целях, как в научных и в образовательных, либо в любых других. Вот в данном случае это было по компаниям сделано. И видно, что сайты ссылаются друг на друга, и те же компании ссылаются на какой-то один сайт тоже. То есть можно разбираться, видеть эти взаимосвязи. И в данном случае я показываю пример, что нашими студентами на занятиях был запущен YASI и было выбрано два узла Fischer техник компании, которая продает роботы. соответственно был запущен парсинг сайта Fischer Technique и его представительство, которое реализует продукцию Fischer Technique в России. И видно, что сайты ссылаются друг на друга и на какие другие узловые вещи они переводят. Потом переходя на другой узел, этот узел раздает на другие сайты. То есть то же самое можно запустить в своих целях. В данном случае вы видите, что было запущено всего лишь одновременный парсинг двух сайтов, но графовая структура очень развитая. Даже уже какие-то вещи не видно. Соответственно распространяется YASI по свободной лицензии open source. Это очень важно. и он малоизвестен. И соответственно я бы хотел, чтобы люди знали, что можно использовать альтернативные системы и не ограничиваться, развивать свою цифровую культуру и продвигаться отношение поиска, не ограничиваться тем, что существуют только компании-гиганты и нет альтернатив. альтернативы есть. Есть в гугле надстройки, чтобы создать собственный поисковик, но это больше похоже на надстройки над самим гуглом. Там как в фильтре задаешь критерии свои и возникает иллюзия, что у тебя собственный поисковик, но все равно это централизованная система данных сохраняется и все равно это поисковик гугл. Можно использовать open source такой, как Jupyter ноутбук и писать скрипты на питоне, вызывать соответствующие библиотеки beautiful soup 4 requests и написать самому parser. Можно запустить тот же самый google collab блокнот, в нем вызвать те же самые библиотеки и написать скрипт, создать parser под собственные нужды. Но в данном случае все было собрано в ясе создателем в одном месте, все по кнопкам кликабельно и соответственно удобно. Альтернативой также гуглу и яндексу и гигантам является DuckDuckGo там нет цензуры и сведения обеспечивается конфиденциальность присутствия в сети вот там развитые тоже поисковые роботы тоже несмотря на вот такой интерфейс достаточно простенький он не пользуется особо популярностью кто-то о нем знает но он проигрывает в популярности другим централизованным поисковикам ну есть еще бортеридер он собирает данные с форумов тоже полезная вещь когда ты узнаешь пользовательский опыт предыдущий то есть когда ты набираешь гугли какие-то таблетки то тебе выпадают сразу аптеки магазины которые эти таблетки продают а если набирать бортеридер таблетки какие-то то там будут данные о тех побочных эффектах плюсах минусах то есть которые уже пользовательский опыт это там не не продают ничего то есть там говорится о том как это все в жизни есть еще такой ресурс вальфа рам альфа он учебный соответственно но он на английском языке полностью но там есть кстати тоже учебный материал он ближе к школе прямой альтернативой яси он не является все благодарю за внимание да рассеяние спасибо прям у нас на мини пленаре получился мастер-класс вот у меня шквал вопросов в сети кто-то говорит дайте ссылку я видела как мои коллеги тут записывали адрес и так далее я думаю что мы потом в рассылках материала пришлем все эти ссылки это действительно очень интересно и вот курс с данным поисковиком насколько доступно простому пользователю вот у нас прошу точните пожалуйста алгоритм поиска с помощью операторов в гугле и в ясе идентичны или нет то есть шквал вопросов мне давайте отвечайте только быстро у нас очень мало времени доступен по ссылке ясе.нет скачивается просто удобно для всего очень быстро много не весит программа поиск также осуществляется по словам единственное там нужно не пугаться сначала будет мало выдачи он подгружаемый и соответственно использовать не забыть кнопку администрейшн в правом верхнем углу там вот кнопка такая синяя администрейшн вот это позволит тогда как раз провалиться вот в те вещи которые я показывала в эту сеть тогда да Арсений и вот хочу вернуться все-таки к нашей цифровой дидактике смотрите вот в парадигме и к выступлению Бориса Борисовича вот в парадигме адаптивного обучения учащимся скорее всего нужно самостоятельно определять какая дополнительная информация им нужна то есть они должны владеть методом объективного поиска вот мы знаем что сейчас в школах есть курс по поиску в рамках школьного курса информатики нужно ли вводить в школу в связи с этим какой-то специальный электив или какой-то специальный курс по качественному поиску информации я думаю да потому что интернет уже неотъемлемая часть уже 20 лет широк ну именно быстрый интернет широкополосный я думаю да и вот это может быть одним из шагов грамотных правильных шагов да зачастую я работал в школе зачастую все заканчивается тем что вот набирают простой поисковый запрос и это же не позволяет даже создать некачественную материал найти не презентацию качественную создать не очень глубокий поиск получается всем известная википедия вот ну это же не то качество которое мы хотим видеть учебных учреждениях мы хотим выше это не тот бытовой уровень да то есть нужно вот использовать и развиваться в этом плане качественного поиска спасибо коллеги но у нас с вами осталось вот буквально 4 минуты я прошу каждого из спикеров ну как-то пожелать всем какой-то хорошей хорошей продуктивной работы дальше на нашей трехдневной большой конференции и в том числе как-то отнестись к цифровой дидактике и ее к будущему и поэтому пожалуйста Елена спасибо мне кажется положено хорошее начало это хорошее начало было сегодня заметно и после тех первых встреч сегодняшний первый день который мы уже наблюдали речь идет и о панельной дискуссии и о пленарном заседании где чувствовалась такая перспектива роста нашей конференции и мне кажется в рамках нашего мини пленара нам удалось выстроить новые конфигурации смыслов которые очень интересны для понимания того как нам выстраивать строить и продолжать обсуждение цифровой дидактики которая пройдет в рамках секционных заседаний я признательна всем за внимание те кто слушал онлайн замечательно что вы с нами и очень признательна коллеги вам за сегодняшнюю кампанию она мне показалась очень интересная перспективная очень хорошая качественная как мне видеть сообщение у нас состоялось спасибо большое спасибо я тоже от себя присоединяюсь к словам благодарности причем начну наверное с тех людей которые придумали вообще этот формат мне это кажется очень хорошей идеей вот эта большая конференция потому что мы ну в силу того что мы большой университет и мы вот сидим по институтам мы не так часто общаемся как это стоило бы делать и замечательно что у нас есть такая возможность собраться все вместе и понять а вот он гпу как у организации есть ли какая-то магистральная линия есть ли какая-то стратегическая линия развития мне кажется что вот сегодняшний разговор и как который до этого был он как раз позволяет говорить о каких-то целях и стратегиях и понять кто чем занимается для того чтобы получить какой-то ну вот ну ощущение симбиоза того что мы двигаемся может быть по разным тропкам но в целом вот в одном и том же направлении я также присоединяюсь к призыву пойти на секции потому что там тоже будет очень много интересных докладов и давайте чаще встречаться чаще обсуждать то что мы делаем да присоединяюсь мне очень близка идея калейдоскопа когда мы можем посмотреть на самые разные исследования обменяться мнениями нашим исследовательским научным опытом и очень надеюсь что это не единственная конференция это станет традицией в лучших традициях традиционалистов я от себя могу сказать что проработал год в МГПУ и я являлся школьным учителем и в колледже работал и я очень рад что на этой площадке появилась возможность открыто говорить свое мнение и показывать результаты я очень удивлен и рад этому что я